Турбулентность в банковской системе привлекла к смене представлений инвесторов о безопасных активах. Сиока-стадия Кэтлин Лонг в интервью CNBC отметила, что всё больше участников рынка таковым стали считать биткоин. Многие стали осознавать нестабильность банков, впервые обратив взор на первую криптовалюту. Это дефицитный актив, который, как и его аналоги, является страховкой от нестабильности финансовой системы. Аналитики ARK Invest в информационном бюллетене напомнили, что криптовалюты потенциально могут предложить альтернативу классическому банкингу. На фоне кризисов финансовых учреждений в США и Европе рост биткоина говорит, что слабый регулятивный надзор не оказал никакого влияния на децентрализованную, прозрачную и проверяемую экосистему цифровых активов. Напротив, цифровое золото и другие криптовалюты выступают как безопасные гавани. Спрос на более прозрачные, подающиеся аудиту, децентрализованные финансовые услуги резко возрос, поскольку цифровые активы – это решение основных проблем. Аналитик CoinShare James Butterfield в беседе с Decrypt заявил, что биткоин не перестал быть одной из самых безопасных гаваней. Наряду с золотом он показывает блестящие результаты на фоне ожидаемого завершения цикла агрессивного повышения ставок. Слабость первой криптовалюты в прошлом специалист объяснил чувствительностью к монетарной политике, что характерно и для других активов. В результате багов и собственных ошибок пользователи эфира навсегда потеряли доступ к 636 тысячам эфиров. Это чуть больше миллиарда долларов. Также пользователи по неизвестным причинам отправили на адрес сжигания суммарно 24 тысячи эфира. Данное исследование провел директор Coinbase Конор Гроган. Я классифицировал тысячи случаев опечаток в эфире, человеческих ошибок и глючных контрактов. Гроган отметил, что сумма соответствует 0,5% находящегося в обращении эфира. Исследователь также напомнил некоторые из наиболее громких инцидентов за всё время. 306 тысяч эфира оказались заблокированы из-за ошибки со смарт-контрактом кошельков Parity с мультиподписью. Закрывшаяся в результате потери 137 миллионов долларов биржа Quartica потеряла 60 тысяч эфира из-за неудачного контракта. А NFT-проект Akut Dreams из-за бага в смарт-контракте навсегда заморозил в нём 11 500 эфира. Он также подчеркнул, что этот 1 миллиард – очень заниженная оценка стоимости фактически потерянного объёма эфира. Исследование просто охватывает все случаи, когда криптовалюта оказалась навсегда заблокированной. И, например, не показывает потерянные закрытые ключи или такие вещи, как предположительно забытые кошельки вроде Genesis. Но был забавный случай. Разработчики Parity, компания Parity Technologies, после потери средств добивалась хардфорка эфириум, через который их можно было разблокировать. Основатель и глава криптовалютного банка Galaxy Digital Майк Новгородс предположил, что сейчас лучшее время для приобретения первой криптовалюты как хеджи от экономических проблем. В интервьюсе NBC миллиардер сравнил текущую ситуацию на рынке с декабрём 2018 года. Тогда повышение Федеральной резервной системы США процентной ставки привело к подавлению деловой активности. По мнению Новгородца, недавние спады на сырьевых рынках вроде нефтяного свидетельствуют, что действия Центробанка Соединённых Штатов приближают мир к экономической рецессии и кредитному кризису. Если когда и было время заинтересоваться биткоинами и криптовалютами, то это время именно сейчас. Для этого они и созданы. Правительство печатает слишком много денег всякий раз, когда эти проблемы усугубляются. Он также обратил внимание, что интерес к цифровому золоту и другим криптоактивам может подогреть начинающийся банковский кризис в США. 10 марта Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорния закрыл Silicon Valley банк с активами на 209 миллиардов долларов. По ценацию или ликвидацию также попали дружественные криптовалютам Signature Bank и Silvergate. Схожую точку зрения высказался основатель фон Страд Том Ли. Эксперт считает, что действие ФРС является залогом позитивных среднесрочных перспектив для первой криптовалюты. DeFi-платформа EIF начнет первую фазу миссии спасения, утраченных в результате отправки на ошибочные смарт-контракты токенов. Соответствующее предложение получило поддержку 100% голосов. В случае с EIF наличие изменяемых смарт-контрактов в экосистеме делает технически возможным восстановление токенов, отправленных по ошибке. На первом этапе речь идет об извлечении подобных активов из контрактов для EIF, LAND и STAKE-EIF. Помимо этих монет, фаза коснется также заблокированных UNI и USDT. Практически весь объем спасаемых токенов приходится на 29 188 EIF, стоимостью в 2 миллиона долларов. Разблокированные средства будут отправляться в смарт-контракты-дистрибьюторы, к которому владелец пострадавшего кошелька сможет обратиться за возвратом. Специалисты компании Halborn обнаружили критическую уязвимость в коде Dogecoin. По их словам, аналогичная проблема коснулась еще ряда сетей. Эксперты отметили, что в ходе работы по контракту с марта 2022 года обнаружили несколько багов в Dogecoin. Все ошибки были оперативно исправлены разработчиками. Однако из соображений безопасности специалисты Harborn не стали публиковать детали. Они отметили, что аналогичные уязвимости касались более 280 сетей с общей капитализацией в 25 миллиардов долларов, включая Litecoin и Zcash. Наиболее критическая ошибка была связана с опцией нулевого дня. Эксплойт давал возможный злоумышленнику удаленно исполнять код на ноде майнера или провести DOS-атаку.